Согласно российским законам, пенсионеры вправе рассчитывать на то, чтобы им регулярно начислялась доплата к пенсии за группу инвалидности. Однако не все знают, по каким правилам она рассчитывается, и на каких условиях предоставляется, тогда как это зависит от вида назначенной пенсии. В статье рассмотрим, какая доплата к пенсии за группу инвалидности в 2020 году. Всего насчитывается три разновидности пенсии для граждан, которым необходима социальная поддержка в связи с присвоением им инвалидной группы, государственная, выплачиваемая военнослужащим и приравненным к ним по статусу гражданам. Страховая, которая полагается только тем, у кого имеется трудовой стаж, социальная, назначаемая лицам, не проработавшим ни дня или ставшим инвалидами по собственной вине или из-за совершения преступных действий. Все перечисленные виды пенсий характеризуются различными порядками расчета и регулируются разными законами. Что представляет собой доплата к пенсии за группу инвалидности? Величина социальной пенсионной выплаты является фиксированной и обычно начисляется в минимальном размере. Назначают ее детям, имеющим какую-либо группу инвалидности, инвалидам детства и некоторым другим наиболее незащищенным в социальном плане категориям граждан. Доплат к данному виду пенсии не существует, но наравне с оформителями прочих разновидностей пенсии, выплаты подлежат увеличению до уровня действующего регионального прожиточного минимума, установленного для пенсионеров. Кроме того, размер пенсии увеличивается и на районные коэффициенты. Что касается государственных и страховых пенсий, их расчетная база вычисляется на основании данных о рабочем стаже, выслуге лет, накопительной части пенсии и так далее, так же, как это происходит с обычной пенсионной выплатой. Здесь могут быть и надбавки, они призваны увеличивать размер базовой части пенсии. Учитываются стаж работы, наличие инвалидности и некоторые другие факторы. Кому полагается доплата к пенсии за группу инвалидности? Все без исключения граждане, которым была присвоена группа инвалидности, без учета того, какая им выплачивается пенсия, она может быть и социальной, в праве рассчитывать на повышение размера пенсии за счет районных коэффициентов на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях, социальную надбавку, полагающуюся в тех случаях, когда величина пенсии не дотягивает до уровня регионального прожиточного минимума для пенсионеров. К пенсионерам, оформившим государственную пенсию по инвалидности, которые будут получать доплату к выплатам, относятся частники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, ветераны ВОВ, герои СССР и РФ, бывшие несовершеннолетние, узники концлагерей, репрессированным без оснований гражданам и прочим лицам, приравненным к перечисленным пенсионерам по статусу, инвалиды первой группы, граждане, достигшие пенсионного возраста и имеющие инвалидность присвоенную. После получения травмы принесение военной службы, военнослужащие по контракту и офицеры. Читайте также статью «Вторая пенсия военных пенсионеров С-2020 года». Инвалиды, получающие страховую пенсию по инвалидности, вправе рассчитывать на следующие доплаты. Фиксированную надбавку, установленную законом с начала 2015 года для всех пенсионеров данной категории. Повышенную фиксированную надбавку для инвалидов первой группы, обладателям страхового стажа в 20 лет или 25 лет для женщин и мужчин соответственно, 15 лет из которых были заработаны за осуществление деятельности на Крайнем Севере или 20 лет из которых были заслужены за трудно приравненных к нему территориях. Читайте также статью «Муниципальная пенсия за выслугу лет». В каком размере начисляется доплата к пенсии за группу инвалидности? Величина доплат к пенсионным выплатам рассчитывается по-разному в зависимости от того, о какой надбавке идет речь, фиксированной к страховой пенсии для инвалидов, начисляемой инвалидом в рамках ГОС. Пенсионного обеспечения работникам Крайнего Севера? Читайте также статью «Какая пенсия по потере кормильца в 2020 году?» Как рассчитывается фиксированная доплата к пенсии за группу инвалидности? Фиксированная надбавка подлежит ежегодной индексации в конце каждого января с целью компенсации увеличения уровня стоимости товаров и услуг по стране. Доплата различна для всех категорий получателей пенсионных выплат. Она рассчитывается по следующей формуле. РТП равно ФД звездочка КГИ звездочка ПКС, где РТП размер доплаты к пенсии по инвалидности, ФД фиксированная доплата на 2017 год равна 4805 рублей 11 копеек, КГИ коэффициент, зависящий от группы инвалидности для инвалидов. Первой группы 200%, второй 100%, третий 50%, ПКС повышающий коэффициент за работу на Крайнем Севере, за трудовой стаж 15 лет на Крайнем Севере 150%, за трудовой стаж 20 лет на приравненных к нему местностях 130%. Пример расчета фиксированной выплаты к пенсии. Соловьев АА является инвалидом первой группы. Он зарегистрирован в городе Екатеринбурге, а до этого трудился на протяжении 17 лет в Магадане. Общий трудовой стаж Соловьева 28 лет. После января 2017 года надбавка к пенсионной выплате в форме фиксированной выплаты будет равна 4805,11 звездочка, 200% звездочка, 150% равно 14415 рублей 33 копейки. Как рассчитывается доплата к пенсии за группу инвалидности в рамках государственного пенсионного обеспечения? На доплаты к пенсии, рассчитываемые исходя из базовой величины пенсионной выплаты, вправе рассчитывать военнослужащие, ставшие инвалидами при несении службы. К получателям надбавки не относятся старшины, сержанты, солдаты и матросы, которые были призваны на службу. Доплата к пенсии рассчитывается по формуле. В ДПИ равно РЭП звездочка КВК, где в ДПИ величина доплаток пенсии по инвалидности, РЭП размер социальной пенсии по старости, индексируемый ежегодно, на 2017 год, равный 4959 рублей 86 копеек, КВК повышающий. Коэффициент, величина которого зависит от категории военнослужащего, 32% для инвалидов детства, получивших травму в период Великой Отечественной войны, 64% инвалидам первой и второй группы, принимавшим участие в ВОВ, 100% достигшим пенсионного. Возраста гражданам, получившим военную травму, и тем, кто ухаживает за бывшим военным с первой группой инвалидности, помимо названных категорий пенсионеров, на увеличение пенсии на коэффициент от 15% до 100% имеют право призеры Олимпиад. Репрессированные без оснований граждане, герои СССР и РФ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, ветераны, наличие инвалидности не учитывается, как и группа. Доплата к пенсии за группу инвалидности жителям районов Крайнего Севера. Неважно, к какой категории пенсионеров относится инвалид и какая группа инвалидности ему присвоена, ему все равно будет полагаться надбавка к пенсионной выплате в том случае, если он живет в районе Крайнего Севера или в местности приравненной. К северным. Исключением из правил являются надбавки, начисляемые за трудовой стаж на предприятиях Крайнего Севера, тогда получатели пенсии вправе сами выбирать, каким повышением пенсии воспользоваться, полагающимся за проживание или за работу. В северных территориях. Пример расчета доплаты к пенсии жителям Крайнего Севера. Кузнецов В.В. является инвалидом второй группы и проживает на территории Камчатки, относящегося к регионам Крайнего Севера. На Камчатке он также и трудился в общей сложности 28 лет. Если пенсионер захочет увеличить пенсию за счет того, что ему полагается надбавка за наличие страхового стажа на Севера, сумма его пенсионной выплаты составит 4805,11 звездочка, 100% звездочка, 150% равно 7207 рублей 66 копеек. Если же инвалид пожелает воспользоваться повышающим коэффициентом за проживание на Крайнем Севере, для Камчатского края он составляет 1,6, его пенсия будет равна 4805,11 звездочка, 100% звездочка, 1,6 равно 7688 рублей 17 копеек. Как оформляется доплата к пенсии за группу инвалидности? Общий порядок назначения надбавок к пенсионным выплатам предписывает начислять все полагающиеся пенсионеру доплаты и повышенные выплаты одновременно с пенсией. Любые доплаты, надбавки и перерасчеты, связанные с повышающими коэффициентами, будут учтены сотрудниками уполномоченного органа только после того, как пенсионер подаст заявление и требуемые документы. Если этого не случится, пенсионные выплаты будут начисляться в прежнем размере. Обращаться за перерасчетом нужно всегда, когда возникает право на увеличение суммы пенсии. Исключением является присвоение другой группы инвалидности, и ежегодная индексация выплат в данных случаях пенсия будет скорректирована без обращения получателя. Куда обращаться за доплатой к пенсии за инвалидность? Подавать заявление с разъяснениями об основаниях для увеличения пенсии необходимо в территориальное отделение Пенсионного фонда РФ или в многофункциональный центр. Какие документы нужны, чтобы получить доплату к пенсии за инвалидность? Чтобы получить доплату к пенсии или увеличить ее размер за счет районного коэффициента, нужно подготовить следующий комплект документов. Документ, где получить паспорт РФ со штампом о регистрации в регионе по месту обращения МВД РФ-свидетельства. Обязательного пенсионного страхования ПФР, заключение медико-социальной экспертизы о присвоении инвалидной группы бюро М-документ, подтверждающий наличие права на доплату к пенсии, например, трудовая книжка с записью о работе В. В районе Крайнего Севера с последнего места работы доплата к пенсии за содержание иждивенца. Надбавки к пенсионным выплатам также полагаются тем получателям пенсии, кто материально обеспечивает иждивенцев несовершеннолетних, студентов до 23 лет, нетрудоспособных членов семьи. К сумме страховой пенсии будет добавлено 1 дробь 3. Фиксированные выплаты в расчете на одного иждивенца, максимальное число иждивенцев трое, к сумме пенсии для военнослужащих добавляется 32% базовой пенсионной выплаты, социальной пенсии по достижению пенсионного возраста за каждого. Иждивенцы при финансовом обеспечении двоих членов семьи и 100% за содержание троих и более нетрудоспособных членов семьи. Доплата к пенсии за группу инвалидности в регионах. Социальные надбавки к пенсии для достижения уровня пенсионного прожиточного минимума утверждены на федеральном и региональном уровне. Надбавка к пенсиям, размер которых оказался ниже действующего прожиточного минимума, начисляются всем нетрудоустроенным пенсионерам, в том числе и получателям пенсии по инвалидности. Федеральная социальная надбавка, региональная социальная надбавка начисляется, если прожиточный минимум, установленный для пенсионеров в регионе их проживания, оказывается меньше прожиточного минимума по стране. При этом пенсия по инвалидности ниже прожиточного минимума, утвержденного в регионе, начисляется в случае, когда пенсионный прожиточный минимум в регионе оказывается выше федерального, подобных регионов на данный момент 14, включая Москву и МО, а пенсия зарегистрированного в регионе пенсионера не дотягивает. От регионального прожиточного минимума. В целом существует достаточно явный разброс размеров пенсионных прожиточных минимумов по стране в Курске, он составляет 6309 рублей, на Чукотке 9000 рублей, а в Москве 11428 рублей. Законодательные акты по теме. Закон РФ от 12 февраля 1993 года номер 4468 Ай о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу. О пенсиях, начисляемых бывшим военнослужащим, а также пострадавшим от техногенных и радиационных катастроф, типичные ошибки. Ошибка. По результатам медико-социальной экспертизы, инвалидная группа пенсионера была изменена со второй на первую, после чего он обратился в пенсионный фонд для перерасчета пенсии с учетом надбавки за инвалидность. Комментарий. При смене инвалидной группы специалисты пенсионного фонда делают перерасчет самостоятельно, в данном случае заявление от пенсионера не требуется. Ошибка. Пенсионер требует надбавки к пенсии за содержание четверых иждивенцев. Комментарий. Максимальное число иждивенцев, за которых можно получить надбавку к пенсии 3. Ответы на распространенные вопросы про то, как начисляется доплата к пенсии за группу инвалидности. Вопрос номер один. Как рассчитывать доплаты к пенсии, если получатель пенсии по инвалидности трудился и в районах Крайнего Севера, и в приравненных к нему местностях? Ответ. Для подобных случаев существует следующее правило. Один год осуществления трудовой деятельности в регионе, приравненном по климатическим условиям Крайнему Северу, приравнивается к 9 месяцам труда в районе Крайнего Севера. Вопрос номер два. Что является более выгодным повысить пенсию за счет районного коэффициента, действующего в регионах Крайнего Севера для жителей данной местности, или подать заявление на увеличение пенсионных выплат по случаю работы на предприятиях северных территорий? Ответ. Если получатель пенсии является инвалидом, это зависит от того, какая у него группа инвалидности, и в каком именно районе Крайнего Севера он работал в обоих случаях коэффициент различный. Поэтому нужно в индивидуальном порядке отталкиваться от сведений, относящихся к каждому конкретному случаю. Видеосоветы. Какая доплата к пенсии положена за группу инвалидности? В видео раскрывается информация о том, какая доплата положена инвалидам на пенсии. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!